Всем привет, с вами Стивпро и сегодня вторая часть секретов в Майнкрафте Pocket Edition. И если вы хотите третью часть секретов, то давайте наберём 25 лайков и сразу выйдет третья часть. Ну что ж, давайте приступим к секретам. Ну и первый секрет у нас заключается во льду и коврах. Если мы поставим ковер на лёд, то скольжение будет увеличено примерно в два раза. Так как на обычном льду мы скользим, ну как сказать, как на обычном льду. Но если мы только поставим ковер, то скользить мы будем в два раза быстрее. Второй секрет заключается в шрифте. Если мы поставим табличку и найдём параграф и нажмём на любую цифру, то мы сможем писать цветным шрифтом. Многие могли об этом забыть. Третий секрет включается в снеговике. Если мы поставим снеговика и, так сказать, закроем вот в такой ловушке, то у нас появится или получится генератор снежков. Для этого нам придётся сломать нижнюю часть снега, который оставляет снеговик. И у нас так получается бесконечный генератор снегов. Четвёртый секрет заключается в лопате и земле. Если мы лопатой тапнем по обычной земле, то у нас образуется некая древенская тропинка. Пятый секрет включается в кровати и в аду. Если у вас хотели поспать, и если, так сказать, вы поставите кровать, просто вот так и нажмёте на неё, то у вас произойдёт взрыв. Взрыв будет примерно равен взрыву трёх динамитов в обычном Майнкрафте мире. Шестой секрет заключается в грибной корове и ножницах. Если мы возьмём ножницы и подойдём к этой корове, то у нас появится кнопка, с помощью которой мы сможем вернуть корову в обычный её вид и забрать её грибы. Седьмой секрет включается в криперах и зажигалке. Если мы заспавним обычного грипера и подойдём к нему с помощью этой зажигалки, то у нас появится кнопка зажечь его. После чего он зажгётся и через некоторое время он оторвётся. Восьмой секрет заключается в стеклянных панелях. Если рождебный моб или обычный моб стоит близко к ней, то мы сможем его ранить с помощью лука. Тем самым он получит определённый урон. Но главное, нужно выстрелить так, чтобы попасть в одну из его конец. Девятый секрет заключается в грибной механизме. Если луком мы попадём по деревянной кнопке или по деревянной плите, то она сможет активироваться. Вот как это происходит сейчас. Но этот фокус не произойдёт с каменной кнопкой и с каменной нажимной плитой. Да, вот такой секрет. Вот как видите, всё работает. Ну и десятый, на сегодня последний секрет заключается в заборах. Вот такой просто секрет. Если мы поставим адский забор и рядом с ним обычный забор, то он не захочет с ними скрепляться. То есть он будет скрепляться только своим адским забором. И обычный забор должен хотеть с ним скрепляться. Ну что ж, на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, чтобы вышла третья часть, давайте наберём 25 лайков. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...